Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу показать, как можно сделать Travels Notebook из вот такого пробкового листочка. Я вам уже показывала. У меня есть мастер-класс, как можно сделать из фоамирана. Вот такая красота получается. Чем они отличаются от других? Это тем, что они невероятно легкие и они дешевые. То есть совсем недорого стоят. Я не знаю, где в России можно купить вот такой набор, но я видела, что отдельно продаются вот такие листочки. Если не ошибаюсь, я некоторые из них покупала в Scrap Money, какие-то видела в Леонардо. То есть они в принципе есть и стоят совсем недорого, потому что в принципе это пробковый такой листочек. Они, по-моему, есть и в канцелярских магазинах. Только надо смотреть, чтобы они были достаточно тоненькие и нерыхлые, потому что иногда бывают прям, знаете, такие супер толстые, но они прям вот вы держите в руках, они разламываются. Надо брать что-то такое более однородное и достаточно тоненькое. Я взяла вот такой набор. Здесь 16 листов. Вот такие здесь есть разные листочки. Есть и черный, и красный, и белую полосочку. Я взяла вот сейчас вот такую светлую. Купила за 4 доллара, то есть на наши деньги это 200 рублей. И один листочек получается порядка 12-13 рублей. Ну то есть это совсем недорого. Теперь я думаю насчет обложки. Я остановилась на вот этом наборе. Это набор от Scrapberries, который называется Tropics. Если не ошибаюсь, этой коллекции где-то года 3. Она невероятно красивая. Давайте быстренько покажу, какие здесь есть красивые листочки. Здесь, к сожалению, всего один листочек с вот такими карточками, но, по-моему, если не ошибаюсь, я покупала еще вот такие карточки с другой коллекции. Примерно похожие есть. Я, наверное, вам потом покажу. Вы посмотрите, какая красота. Очень красивая. Этот лев вообще просто... Был бы ли я с этой стороны, я бы везла вот эту обложку, но, к сожалению, находится с этой стороны, то есть получится в заднике, поэтому, наверное, не очень. Ну и вот это просто обалденно. Но, к сожалению, он не сильно подойдет, потому что у нас здесь все-таки коричневый цвет будет выглядывать, и как-то это будет смотреться не очень. Поэтому я остановилась на вот этом бамбуке. Не знаю насчет, кстати, внутренности, буду ли я как-то обклеить, потому что это у меня будет внутри. Снаружи, так как это уже у меня здесь все на клеевой основе, просто буду открывать, не открывать, отрывать, и приклеивать свою скраб-бумагу. Вот так что, давайте приступим, и всем приятного просмотра! И давайте приступаем к созданию Трелос ноутбука. Я буду показывать все в быстрой такой промотке, потому что все основные нюансы, все про все я рассказывала в предыдущем мастер-классе, внизу оставлю ссылочку. Там я прямо шаг за шагом все рассказывала, все показывала. Здесь будет примерно то же самое, только уже из пробки. В принципе, все остальное, ничего нового, я вам, наверное, здесь не покажу. Хочу, наверное, рассказать немножко про сам Трелос ноутбук, вообще зачем он нужен, потому что продолжают приходить вопросы, и один, кстати, из таких вопросов, ну или замечаний, наверное, то, что я называю Трелос ноутбук, а на самом деле это Мидори или Мидори, как его называют, на самом деле это одно и то же. Это точно такая же обложка, точно такая же концепция, просто одни называют это Мидори, а вторые называют Трелос ноутбук. Вроде как Трелос ноутбук, он более такой, не знаю, для девчонок, те, которые путешествуют, или знаете, как мы сказали, Мидори, вот если вы сейчас посмотрите, зайдете на YouTube, да, то это будет просто обычная такая кожаная обложка, но внутри люди могут вести по-разному. В основном внутри также будут все тетрадочки от Мидори, и, но, знаете, вот мне все-таки как вам сложно объяснить, потому что, в принципе, это вот как одно и то же, но просто они внешне отличаются, но внутренность у них такие же. То есть я, например, ни одного еще блокнота Мидори не видела, чтобы он был как-то раскрашен, чтобы он был каким-то ярким, чтобы на нем были, не знаю, там миллион каких-то супернаклеек, это более такой, наверное, строгий стиль, но внутри его ведут так же, как обычно Travels Notebook, то есть там могут рисовать и писать, и вести смешбук, и вести личный дневник. Вот зайдите, посмотрите, потому что, ну, реально, ничем не отличается, кто-то вот так называется, кто-то так. У меня, например, ближе именно название Travels Notebook, чем Мидори, потому что мне как-то само это слово, наверное, немножко режет слух, и все-таки мне как-то далеко. А вот именно сам Travels Notebook, знаете, как путешествия, заметки путешественника, вот как-то так. Поэтому я его таким и называю, но в принципе это одно и то же. И также вопрос, наверное, скорее всего, будет, уже заранее отвечаю, зачем же мне так много вот этих обложек, вообще зачем мне все это надо. Это я могу сказать, первое, зачем мне нужен Travels Notebook, почему я его начала вести. Если вы давно со мной, то вы знаете, что вообще прям я начала вести этот канал, он у меня в основном был посвящен оформлению смыжбука, потому что я обожала вести блокноты, я обожала вот эти все смыжбуки, которые продавались или которые, например, я делала. и мне вот это нравится. Мне нравится коллекционировать какие-то вещи с путешествий, коллекционировать, не знаю, билетики, наклейки, внутренности, не знаю, шоколадок или что-то еще, и потом все это дело приклеивать. И когда я хотела что-то найти на зарубежном YouTube, знаете, тоже вот смыжбук, я не смогла найти, я понять не могла, неужели люди вообще здесь не ведут смыжбуки, потому что вообще смыжбук это именно английское слово, да, мы его позаимствовали. Но потом я поняла то, что они просто не называют это смыжбуком, они называют это Travels ноутбуком, то есть они вот в этом ТН, как его коротко называют, они ведут как раз смыжбук, они ведут свой личный дневник, они ведут, например, фотоальбом или планирование, или рецепты записывают, куда ходили, какие фильмы смотрели, какие книжки читали и так далее. И все это вот как раз заходит в этот Travels Travels ноутбук. И я сейчас на него перешла, и мне он невероятно нравится. То есть, когда, например, говорить людям, вот я смыжбук веду и показываю тетрадочку, ну, как-то, наверное, это уже не серьезно. Но все-таки Travels ноутбук, он, ну, не знаю, наверное, все-таки он не сильно такой супер детский, да, и, в общем, мне близка эта тематика, и теперь на канале вы будете видеть очень много. Мне очень хочется вам про него подробнее рассказать, потому что пока, к сожалению, на русском ютюбе я практически вообще девочек не встречала, которые бы вели именно Travels ноутбуки. Я не знаю почему, может быть, пока про это мало кто знает. Напишите, знали вы или не знали. Мне вот сейчас хочется побольше вам рассказать, больше рассказать, чтобы вы тоже загорелись этой идеей, чтобы, если, например, вот вы раньше вели смыжбуки или раньше вели импер личные дневники и все это дело забросили, потому что все говорят там, что это больно детская тематика. Я хочу, наоборот, им сказать, что нет. Нет такой детской тематики тоже. Например, нельзя так сказать, что смыжбуки могут вести только дети, а взрослые не могут. Вот, поэтому хочу поподробнее вам все это рассказать. И сейчас я делаю Travels ноутбуки и буду вам все-все показывать и рассказывать. И еще зачем мне делать разные обложки? Я хочу под каждый Travels ноутбук, то есть именно под каждый блокнотик, который находится внутри, да, вот в тетрадке называют, я хочу делать свою обложку, то есть у меня будет такая, знаете, батарея стоять. Не батарея, например, из блокнотов, да, а красивая батарея из обложечек. И, например, у меня будет обложка посвящена вот Диснея, которую я вам делала, да, например, посвящена путешествию, будет посвящена лету, которая, например, в прошлом году у нас была, в этом году у нас будет, например, каким-то поездкам или еще чего-то. Также я вам скоро покажу мастер-класс, как я буду делать Travels ноутбук, а внутри будет находиться фотоальбом. Я надеюсь, вам тоже он понравится, потому что задумка вообще классная. Вот, так что я надеюсь, что вы полюбите Travels ноутбук. И, правда, это такая новая отдельная ветка, которая мне очень-очень-очень нравится. Пока я с вами болтала, я уже успела сделать полностью обложку, сделать резиночки для блокнотов, резинка для закрытия. Также я оформила уже переднюю обложечку, да, но она получилась у меня просто невероятно максимально такая плоская. Вот, ничего я не хотела здесь, никаких ни фишек, ни чеборда, ничего, потому что у меня такая получилась немного, не знаю, на тему, значит, такого острого. А внутри я делаю два кармашка. И, кстати, по бумаге, значит, у меня здесь все от Scrubberys, вот вы видели вот эти и бумажка, и карточки. А вот то, что я сейчас приклеиваю, это от Кайзер Крафт, Кайзер Крафт, наверное, так говорится. Это какая-то старая коллекция. Я покупала, знаете, вот реально, лет, наверное, пять назад вот эту всю бумажку. Она очень красивая, просто невероятно красивая. Но у меня, к сожалению, всего было несколько вот листочков, поэтому альбом я из этого, к сожалению, сделать не смогла. Вот. Так, что я еще? Я здесь решила заламинировать, кстати, я вам рассказывала тогда вот про вот эту пленочку, она очень классная, и, кстати, она правда очень похожа на ламинирование, и я вам тоже покажу, как можно с помощью нее будет делать кое-какие интересные вещи. Вот, так что впереди будет у меня много, впереди у меня будет много мастер-классов, надеюсь, они вам понравятся. Так, и вроде бы все, да, сейчас я все доклею, у меня получится тут два кармашка. Так, что я еще хотела сказать про Travels ноутбуки? Вспомнила, мне будет очень интересно, если вы напишите мне, ведете ли вы, например, сейчас личные дневники, или ведете ли вы смешбуки, может, у вас есть какая-то такая тетрадочка, где вы записываете свои мысли, свои планы, свои идеи, мне это будет очень интересно почитать, потому что на самом деле мне эта тематика близка, я вообще дневник веду с третьего класса, вот, поэтому, правда, будет очень интересно почитать и вообще узнать, близка ли вам такая тема, как вот Travels ноутбук. Вот все, так, вставляю я блокнотики и сейчас я к вам вернусь. Вот мой Travels ноутбук готов, вот такой он у меня получился летний, озорной, он, знаете, более такой тропический, что ли, то есть из-за того, что нам здесь бамбук, вот эти цветочки, такое чувство, вроде бы, не знаю, отдыхаешь где-то на Бали или в Таиланде, вот у меня почему-то вот такая ассоциация, вот такая у меня получилась обложечка, как видите, все хорошо держится, никуда ничего не убегает, также сбоку, все аккуратно, я уже сюда вставила две свои такие тетрадочки, чтобы показать, то что вообще спокойно сюда все влазит, хорошо держится, и здесь получается у нас первый кармашек, чисто знаете, вложить, например, какие-то карточки, что-то такое, или билеты, вот такое длинное что-то, вот, и также с другой стороны здесь я сделала, типа, заламинировала, я вам уже показывала, с помощью специальной пленки, потому что мне кажется, что здесь он может как-то царапаться, и еще открывается вот в эту сторону, поэтому на всякий случай я заламинировала, также сюда можно будет ставить разные карточки достаточно много, ну и плюс просто такую красивую картиночку приклеила, в принципе, вот эти все кармашки, карточки, это все на ваше усмотрение, можно вообще ничего сюда не приклеивать, оставить, вообще просто пустые, можно также приклеить сюда скраб-бумагу, чтобы закрыть пробку, если не хотите, у меня просто такая тематика, знаете, такого бамбукового дома, не знаю, песка, знаете, немножечко такого бродяжница, что ли, стиля, я не знаю, как назвать, но знаете, вот эти домики, например, которые находятся в Таиланде, да, которые находятся просто вообще на природе, то есть остров, ты, дом и больше ничего, и я примерно вот так же хотела вот это все передать, всю эту атмосферу, поэтому пробковый лист, мне кажется, сюда подошел вообще отлично, и плюс вот эти карточки мне тоже очень понравились, вот, так что я довольна своими travel с ноутбуками, поэтому теперь на каждую поездку я могу брать свой travel с ноутбук, и, кстати, если вы будете по моему мастер-классу делать вот такой блокнот, мне будет очень приятно, если будете отмечать меня на фотографиях в инстаграм, я вот придумала себе хэштег Танюшка travel с ноутбук, я вот здесь напишу, и также внизу у меня будет в описании, отмечайте меня, мне будет очень приятно, я с удовольствием буду комментировать, обязательно вас лайкать, на этом буду с вами прощаться, спасибо большое, что были со мной, что посмотрели это видео, и до скорой встречи, пока-пока!